Корпус устремлен вперед, глаза горят. Молодая немецкая овчарка Ашера как спринтер перед стартом. Хозяйка рядом, команда сидеть, еще сидеть и, наконец, заветная награда в зубах. Любят вкусняшки, играть любят очень, купаться любят. Да все любят, они как дети. Все любят, как дети. Елена Березовская вместе с Ашерой давно занимается в углическом клубе собаководов-любителей. Азы бытового послушания освоены, пора на новый уровень. Как раз, кстати, дружба с добровольческим поисково-спасательным отрядом. Карта-то работает, указана на физический центр земли, этот, полюс. А компас работает на магнитный полюс земли. Разница в наших широтах 11 градусов. Сотрудничают две организации недавно. Научиться предстоит многому, но уже дважды четвероногие воспитанники клуба участвовали в поисках людей в лесу. Нужные навыки помогают развить профессиональные кинологи. Сейчас мы строим площадку именно для обучения собак поиску. Там будет специальное оборудование, площадка огорожена. Там будут макеты укрытия, в которых будут размещаться. То есть искомый объект. И собака должна по запаху найти его. Недавно организация выиграла президентский грант за проект «Умные собаки. Благо для людей». Теперь занятия для новичков, людей с ограниченными возможностями здоровья, лекции в школах и не только будут бесплатными. Умническая земля наиболее плодовита в этом отношении. Здесь очень много активных граждан, людей, которые находят себя в помощи своим землякам. И вот ярмарка как раз сегодня очень хорошо представляет их работу. И этот парад для всех у нас очень важный интерес. Собрать людей в таком формате удалось впервые за пять лет. К слову, тоже благодаря гранту его получила команда проекта «Добрые сердца». Мы очень благодарны городу Углич, который поддержал и разрешил нам все-таки это сделать. И поэтому здесь, на открытом пространстве, наши оказываются впервые. Я надеюсь, им все понравится. И угличанам тоже. 24 некоммерческие организации представили свои проекты. В планах на следующий год организовать отдельную площадку выходного дня. На ней НКО смогли бы рассказывать о своей работе в течение всего года. Павел Волков, Сергей Ватин. День в событиях.